Золото в этой игре Как дорого оно достается Ну что, давайте обсудим наборчик С 112 ледяным И WZ пылающим Эти две тачки вышли в составе набора на продажу За 8500 голды И не знающие игроки Которые недавно зарегистрировались Могут подумать, блин, так я получаю Два танка по цене одного В целом, да, но только вы получаете Два сомнительных танка По цене одного годного На восьмом уровне, а дальше определяйте Самостоятельно, что вам все-таки интересней Танк, на котором вы будете получать удовольствие От игры или унылая тачка Которая не будет вас радовать Своим геймплеем В отношении набора за 8500 Вы получаете себе 112 ледяного Получаете себе 7-ку пылающего Это ПТ-ха с поворачивающейся рубкой И как тот, так и другой Не имеют легендарного внешнего вида То есть они в принципе вот так вот выглядят И поменять вы ничего на них не можете Получаете себе открытое все оборудование По моим подсчетам, где-то в районе 3,5 миллионов серебром экономии Есть Х5 в количестве 15 штук На каждую из машин Но поверьте, это далеко не те танки На которых вы круто прокачаете элитный опыт Есть еще 3 контейнера Собери их все И если вдруг у вас 4 талисмана завалялось То отсюда гарантом вернете себе косарь Собрав полностью 7 талисманчиков На 1000 золота И тогда набор обойдется вам в 7,5 Но от этого, честно говоря, мне лично кажется Легче не становится В отношении ценников покупки по отдельности Да, и в том и в другом открытые флоты с оборудованием Но я бы не сказал, что меня это радует 7,5 тысяч ледяной не стоит однозначно По большому счету максимальная цена на него Объективная нормальная цена Это 5,5 тысяч голды По крайней мере на сегодняшний день И почему я так считаю, объясню в этом видосе В отношении ВЗ 100, ой господи ВЗ пылающего Он же 135 ГФТ Кстати, под вот этим названием В жизни никто не угадает, что это за тачка А говоришь пылающий, сразу все понимают 5 косарей он тоже однозначно не стоит Максимально граничная цена Это где-то тысячи 3,5-4 И то в коллекцию Поверьте, вы не будете играть на данном танке На постоянку В этом видео выкатим 112 из ангара А в отношении ВЗ пылающего поговорим с вами в следующем видосе Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик Чтобы не пропустить видео по поводу пылающего Ну и все остальные, которые я выпускаю каждый день по несколько штук В отношении 112 ледяного Здесь все далеко не очень весело Во-первых, если у вас есть ВЗ 112-2 или ВЗ 111 То покупать себе ледяного смысла вообще никакого нет Дело в том, что эти танки, ну очень сильно похожи между собой И не только внешне, а просто по геймплею И что самое неприятное, что у всех трех танков Тупо одинаковое орудие Вы не найдете здесь 10 отличий Потому что их просто нет В отношении орудия, ребят Все не очень весело на сегодняшний день С учетом того, сколько танков добавилось За последнее время в игру Да, наверное, за последние годы добавилось в игру Потому что ледяной давно в игре присутствует Я уже сбился со счету, наверное, 6 лет уж точно В отношении орудия Здесь скучно до безобразия 12 секунд перезарядка С учетом усовершенствованного досылателя Здесь у нас время сведения целых 5,8 Это просто безбожная цифра С учетом того, что в оборудовании Опять-таки два слота Посвящено улучшению данного показателя В отношении разброса Будем говорить правду 0,4 Что тоже не радует Особой точности нет Но хотя иногда с вертухи Можно забросить прям белки в глаз Это уже как игра решит вместо вас Урон в минуту 2000 Он реализуем Потому что у ледяного действительно есть Какая-никакая А приемлемая броня По уровню пробития Определяйте самостоятельно Что вам улучшать Либо 215 пробития И вот такое время перезарядки Либо можете в себе в оборудовании Переставить на калиброванные снаряды Но тогда у вас время перезарядки Уже, грубо говоря, 13 секунд Что на целую секунду дольше А пробитие 226 Я лично играю на орудийном досылателе Хотя делаю это крайне редко Не нравится мне этот танк абсолютно И считаю, что мне лучше Минус 1 секунда Ко времени перезарядки Нежели улучшение пробития В отношении урона Да, классно Целых 400 единиц Но, блин, не с таким временем Сведение И уж однозначно Не с таким временем По перезарядке В отношении угла склонения орудия Вниз Минус 6 Это стандартный показатель Для танков типа ИС Я бы назвал эти танки Именно так Советская Советская Точность И я бы сказал Советский угол склонения Орудия вниз В отношении внешнего вида Как я говорил Ничего поменять в машине Вы не можете Можете максимум Что попытаться Как-то его там Приукрасить Установкой какого-то Обвесика Но, честно говоря Я на него что не лепил Но ничего ему реально не подходит То есть поставить Допустим Д2 Так здесь и так пулемет есть Поставить над собой Хранитель неба Так как бы вроде бы И не в тему Короче говоря Обвес никакой В принципе на данную тачку Не одевал Да он и без того Играется Так как он играется И особого удовлетворения Это не приносит Ну что Берем танк И поехали смотреть На что он реально способен Ну что ребят Поехали И в принципе Как повелось Уже в моих видео Начинать будем С подвижности Подвижность у ледяного Крайне ледяная Ездишь в основном Как отморозок Раскочегарить машину Очень сложно И я бы сказал Что единственным плюсом В отношении подвижности Является то Что он просто едет Уже большое спасибо Хотя честно говоря Хотелось бы Немножко побыстрее Ну ладно Хорошо Унылый геймплей Кто-то скажет Поможет Свежим игрокам В игре Не упороться Не прилететь туда Куда не надо И соответственно Лещей не отхватить Но все же Подвижность Все таки Оставляет желать Лучшего Причем очень сильно По времени сведения Крайне уныло Сводится орудие Давайте еще раз Еду вперед Останавливаюсь И начинаю сводиться Начинаю сводиться И свожусь Да вот Все Наконец-то Досвелся По броне Как вы видели Танканул И да Действительно Броня В этом танке есть Здесь я спорить Не буду Цепляться Не к чему Я бы не сказал Что прям имба Братишка Ты играешь Фьюри Просто идеально Ты бог Ты бог Этой игры Молодец Становись поперек Нефиг кому-то еще Вылазить Наконец-то Когда свелись Делаем выстрел И наносим 386 единиц урона И уходим На перезарядку Перезарядка Даже по ощущениям Долговатая И честно говоря Есть Есть Ребят Танки на уровне Которые Долго Перезаряжаются Но там Я хотя бы понимаю За что конкретно Я расплачиваюсь За что я расплачиваюсь Здесь Одному Богу Варгейминга Известно Давай Спускайся Немножко ниже Да хватит Да хватит В конце концов Хватит Несмотря на то Что броня В принципе Присутствует В танке Сказать что она Прям какая-то Идеальная Нет Ее пробивают Выцеливают Серые зоны Их действительно Достаточное количество Можно пытаться Как-то ромбовать Можно пытаться Как-то играть От башни Но все это Приводит к тому Что в основном Ты играешь С одним и тем же Геймплеем И Из боя в бой Реально происходит С тобой одно и то же Уровня пробития Недостаточно Для того чтобы Т26Е5 Сейчас проковырять Ну и я Отправляюсь в ангар Все ребят Поиграли Вот он Великолепный Нижний бронелист Который все прошивают В отношении Верхнего бронелиста Классная приведенка В отношении Моего Отверстия в башне Скорее всего Я не совсем Удачно Отвернулся Я Попытаюсь Охарактеризовать Машину Таким маленьким Стишочком Сами можете Додумать себе В конце Рифму Если ты На ледяном В топе То твоя команда Дальше Можете В принципе Сами Себе Дорисовать Рифмочку Мне ВЗ 112 А именно так Я его называю Да я знаю Что это просто 112 ледяной Но это реально Тупо ВЗ И В продолжении Мне не нравится Этот танк У меня На аккаунте Достаточное Количество Премиумных Машин Ледяного У меня В коллекции Нет И несмотря На то Что у меня Достаточный Запас Голды Я не вижу Абсолютно Никакого Смысла В приобретении Данной Тачки Она просто Не играбельная Нормальная Она не фанит Абсолютно В ней нет Абсолютно Ничего 6 лет назад Когда Эта парочка Появилась В игре Да я согласен Тогда эти тачки Имбовали Тогда этой брони Было достаточно Тогда к такому Времени Перезарядки И к такому Сведению Все были готовы Потому что Тогда им бывала Такая тачка Допустим Как Т-34 Ну и Многие подобные Машины И на ИСах Все очень круто Катались На восьмом уровне Но на сегодняшний день ВЗ-112 Ледяной Неиграбельный На своем уровне Абсолютно Если вы со мной Не согласны Или считаете Что в этой катке Я показал Прям Худшие Возможности Данной машины Пишите об этом В комментариях Но он реально Такой Какой он есть Давайте попробуем Еще на один бой Зайти Для того чтобы Попытаться максимально Данную машину Реализовать Ну а что с этого Получится То получится Я не буду сейчас Уходить туда Направо На точку А И тому Есть несколько причин Первое На точке А Необходимо отыгрывать На танке У которого Угол искренения Орудия Составляет Желательно Минус 8 Ну а Минус 10 Так вообще Красота Соответственно От горочки Там отыгрывать На точке А У меня не получится Я просто орудие Вниз Так не согну Как надо Ну вот я сейчас Вниз его полностью Опустил Вы сами видите То есть Практически Неиграбельно В той Позиции В которую Я теоретически Мог бы занять Вторая причина По которой Я туда не ломанулся Скудная подвижность И скорее всего На перекатке Вот как сейчас Бурасик проскочил Я бы отхватил Лещей в борти Ну а борта Здесь действительно Неплохо бьются Ну и соответственно Доехал бы туда Приблизительно С половиной Своего ХП Что тоже Навряд ли Было бы позитивно Для команды Да и для меня В частности В отношении игры На данном танке На дальних расстояниях Просто ужас Ужасные Ну вот сейчас Подъеду Ну вот Понимаете Да То есть пока ты стоишь И сводишься Тебя уже 40 раз бы Выцелили Ну и соответственно Накинули тебе Давайте еще раз Вот я свожусь Делаю выстрел Не пробиваю Потому что пробития Недостаточно Ухожу на долгую Перезарядку Получаю Две Великолепных Тычки в рыло И откатываюсь Назад Назад кстати Откатывается Тоже уныло Я в принципе Не знаю Что тут не унылого В этой машине Реально Ничего веселого И ничего адреналинового Ну окей Без полного сведения Порой можешь Действительно Закинуть урон Это радует Вопросов нет Но только если бы Это радовало На постоянку Тогда было бы Совсем великолепно Блин реально Более Более Нудных машин Еще поискать Надо на уровне Если Если ты хочешь Блин Не знаю Играть как флегмат От боя к бою Ну тогда этот танк Наверное Тебе подойдет Если ты хочешь Более Каких-то Не знаю Азартных каток В которых Ты что-то решаешь И действительно Что-то можешь То Блин Лучше Лучше Наверное К этим 7500 В которые Его оценивают Не знаю Да Вплоть до того Что доложить В конце Полторушку И за 10 тысяч Взять себе В составе Набора Какую-то Действительно В край Годную Десятку Ой Десятку Восьмерку Десятку фиг Возьмешь Понятное дело Но Я думаю Вы поняли Ход моих мыслей Так Попытаюсь Сейчас как-то Вот здесь Припарковаться Давай Паркуйся Не паркуйся Все равно Как вы видите От этого Исход В принципе Не меняется В общем Я думаю Вы понимаете К чему я говорю Я говорю К тому Что Вместо Вот этого Вот Устаревшего Уж простите Хлама Лучше Купить себе За 7500 За 8 Какую-нибудь Другую Восьмерку Более годную Ну или Допустим За Те же самые 10 Взять себе Не знаю Какую-нибудь Нормальную Играбельную Девятку Которая Будет еще Идти в составе Какого-нибудь Интересного Наборчика Как периодически Допустим Появляется К91 Ну или Что-нибудь Подобное В отношении Годных Восьмерок Мне кажется Что лучше Допустим Дождаться И купить себе Левчика За 5500 За эту цену Он выходил Уже на продажу Три раза В составе Крутого набора И поверьте мне Лев Он до сих пор Не устарел И до сих пор Является Играбельной Тачкой Да Там нет 400 единиц урона Но там Хотя бы Есть на чем Играть Реально Не знаю Просто такая Крайне холодная Неприятная И вяло Передвигающаяся Глыба Которая При этом Всем Еще и удар Нормально Держать не умеет Кто-то напишет В комментариях По поводу того Что можно Стать в какой-то Низинке Отыгрывать Исключительно От башни И тогда его Действительно Сложно пробить Соглашусь Действительно Если вы где-то Станете в каком-то Ручейке Образно Или в какой-то Впадинке И будете Отыгрывать Исключительно От башни То в целом Можно Успевать Сводиться Пускай это будет И долго И нудно Но все равно Будете успевать Это делать Ну а пробитие Получать не будете Потому что башня Действительно Неплохо забронирована И там хорошая Приведенная броня Но блин Если вы покупаете Себе танк То наверное Хотите Не только Где-нибудь В ямке На нем стоять А еще и кататься По карте И играть В какой-то Агрессивный Геймплей И всего этого Вы не получите Однозначно Я очень сильно надеюсь Что за это видео Разработчики Не заберут у меня Пресс-аккаунт Но я говорю правду Ледяной Очень сильно устарел И разработчикам Пора Пора с этими машинами Что-то решать Пора их апать Для того Чтобы они становились Играбельные В современном рандоме Наравне С другими машинами Которые на данный момент Есть на восьмом уровне Похвалим Сейчас наших ребят Союзников Молодцы Хорошо отыграли Слава богу Победа Хотя бы Хотя бы не второе поражение Уже радует Ну и в отношении соперников Я думаю Тоже стоит поставить им лайк Потому что ребята Оказали достойное сопротивление И честно говоря Я дальше Начал немножечко Подумывать По поводу того Что здесь будет Все-таки поражение А не победа Вот такой вот Он ледяной Покупать или не покупать Безусловно Решать исключительно вам Но поверьте мне За эти деньги На восьмом уровне Среди премиумных тачек Есть чем поживиться Ну не знаю Возьмите себе Того же самого Кейлера Возьмите Леву Возьмите себе Того же самого Спасибо за честность И обязательно Подписывайтесь на канал Мира вам Друзья мои И обязательно Спокойствия Всем пока-пока